К юбилею коллектив детского сада подготовил интересную концертную программу. Надо отметить, что в числе главных героев выступали педагоги. Они вели праздник, блестяще исполняли вокальные и хореографические миниатюры. Конечно, без помощи детей не обошлось. Хочу всех поздравить. Действительно, коллектив замечательный во главе с Еленой Борисовной Пресняковой, которая создала творческий коллектив не только педагогов, но и родителей детей. Сегодня мы увидели действительно творчество общее, грандиозная программа, юбилейная, где постарались каждый – и костелянша, и младшие воспитатели, шеф-повара, и наша бухгалтерия этой организации. Поэтому хочется пожелать этому садику дальнейших побед. За эти годы в детском саду сформировались свои традиции. Так, например, как только наступает теплое время года, каждое утро дети и воспитатели на свежем воздухе делают зарядку. Спорт здесь в почете. Именно в этом дошкольном учреждении одними из первых в районе были открыты профильные спортивные группы. Пропоем вам честушки, просим не смеяться. Мы, отличные молодые, можем заслесняться. В 2003 году я вышла на конкурс «Лидер в образовании», где получила первый приз. И открыла детский сад спортивной направленности. У нас очень много лет здесь существовали группы с хоккейным уклоном. Дети занимались, мальчики и девочки. У нас здесь были прославленные хоккеисты, мальцев, третьяк, белялидинов. Видите, мы очень этим гордимся. У нас были совместные тренировки, обеды. Было очень-очень интересно. И мои уже первые выпускники вот этой группы, они играют в зациска, крылья советов. Уже несколько лет в детском саду работает театр музыки и моды. Дети вместе с родителями создают костюмы. Лучшие были показаны на юбилеи. Мой детский сад, он хороший, там много игрушек. В числе гостей – педагоги и руководители, которые много лет проработали на благо родного детского сада. И этот день они не могли быть в стороне. Благодаря коллективу, я считаю, вот столько лет мы работали и приносили действительно радость ребяткам. И для нас это тоже было самое основное. И у нас была в детском саду эта семья. Когда сотрудники, мы настолько за все годы даже не полюбили друг друга, а сдружились настолько, мы знали семьи всех наших сотрудников. И жили одной семьей. Елена Борисовна возглавляла детский сад 18 лет. За эти годы многое изменилось. И как это не тяжело, но пришло время передать дошкольное учреждение новому руководителю. Я оставляю на молодую свою поросль, которую готовила. Из моего детского сада я этим горжусь. Вышло очень много заведующих за 18 лет. Здесь они у нас взросли, так скажем, и ушли на широкую дорогу. Теперь вот я оставляю на молодую поросль. Они, надеюсь, продолжат те традиции, которые продолжала я, когда была Вера Яковлевна Синявская. А теперь будут они продолжать мои традиции. Тоже это надо делать кому-то. А молодым везде у нас дорога. Чем раньше они станут руководителями, тем лучше. Любовь Павловна уже много лет работает старшим воспитателем. Теперь детский сад будет в ее заботливых и нежных руках. И она постарается оправдать надежды наставника. Эту эстафету я принимаю с большим чувством ответственности. Я понимаю, что Елена Борисовна уходя возлагает очень большие надежды. И самое страшное, и самое ответственное – это надо оправдать. Просто есть слово «надо». Поэтому мы будем стараться с нашим коллективом, с нашими педагогами держать марку, как я говорю, да, и продолжать традиции Елены Борисовны. 45 лет – это серьезный рубеж. За плечами большой опыт и знания. Все это и составляет фундамент, на котором твердо стоит дошкольное учреждение. Впереди новая эпоха, эпоха побед и достижений. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.